Привет, друзья! Снова с вами Антон Поспелов со своими монологами о нахлости. Сегодня из магазина мы вам расскажем о зиме, о зимнем товаре и, в частности, о пуховиках. Действительно, настали первые холодные дни, отрицательная температура и самое время приобрести что-то теплое. Что же может быть теплее, чем пух? Мы много говорили о нано-пафе. Прималофт – это искусственный аналог пуха, но это аналог, который, к сожалению, не лучше. Он очень близко подходит к качеству и к свойствам пуха, но все-таки не достигает их. Хотя у него есть определенный ряд преимуществ. Но, тем не менее, пух по-прежнему остается непобедим в плане теплоизоляции. Пуховки Патагония. Очевидно, что цена такого пуховика, а стоит он, мне страшно даже произносить такие, это больше 26 тысяч. И понятно, что на рынке можно в 3-4 раза дешевле приобрести товар. Но, к сожалению, дешевый товар, я много раз об этом говорил, как, ну, сейчас в новостях, в соцсетях очень широко показывают послание одного югура в коробке с обувью. Парень какой-то в Питере заказал китайскую обувь, и ему пришло, и там вложен такой лист. Пожалуйста, помогите, мы живем в концлагере, нас используют как рабов, подпись ЮГУР. Ну, где это и кто это, неизвестно. На фабриках Патагония платят зарплату, скажем, справедливую для той страны, в которой они находятся. И бескомпромиссно относятся не только к качеству материалов, но и к тому, чтобы в процессе производства этих материалов природа минимально страдала. Хотя, понятно, очевидно, что когда мы говорим о пухе, это не всегда понятно, как можно. Но, наверное, у этих гусей отнимали пух во сне. Но, по крайней мере, известно, что это то, что называется traceable. То есть, вы можете проследить, где этот пух забирали, в каком стране, в какой фабрике, как относились к этому всему и так далее. То есть, это не вообще абы какой пух, где угодно, взятый там с применением каких технологий выращены и прочее, прочее. Это известно, какой пух какой партии. Это отношение, собственно, к самому пуху. Дальше это материалы. Это нейлон, 100% перерабатываемый нейлон поверхности. Рипстоп, то есть, материал, который на разрыв очень крепкий. У меня пуховику такому, вот я приехал в нем, по-моему, 2007 года. 13 лет ношу и на рыбалку, и в банк, и куда угодно. Ну, постирал дальше. Кстати, он стирается прекрасно. Как и все вещи Патагонии, они убираются в собственный карман. Ну, вот, собственно, в карман убираются, молнии застегиваются. И удобно упаковывать с собой, брать вот такой вот. Всего вес чуть больше 400 грамм, что для пуховика немного. Да, и по плотности это 800 грамм. Вот, там такие цифры, белье, все это плотность на квадратный метр. Здесь это 800 грамм на квадратный метр. То есть, это достаточно толстый. В наши зимы, ну, для меня это самое максимальное, что я ношу. Теплее только, ну, бывает у нас минус 30 градусов. И чтобы постоять на улице еще погулять, у меня есть более толстая пуховка Патагонии. Но, в принципе, это для того, чтобы поехать, дойти до метро, постоять на остановке, это всегда хватает. Значит, показал, как убирается. Дальше, ну, что здесь, каких-то особых технологий, понятно, нет. Это пропитка DVR, то есть, поверхность пропитана, и вы можете под легким дожечком ходить. Но, естественно, эта пропитка после нескольких стирок, она уходит. И, ну, это не waterproof, это просто water repellent, да, он слегка водоотталкивающий. Но, еще раз, ничего с этим, поскольку это прострочено, этот пух сбивается, да, вот внутри этих компартментов. Но потом потрясти, он точно так же и расходится. По крайней мере, у меня никаких проблем не было. Очевидно, что не надо, чтобы ваша жена на режиме кипячения это делает. Это не постельное белье после первой брачной ночи. Это не надо. Хотя я не знаю, что вы собираетесь делать в этой пуховке. Это ваше право. Вот. DVR покрытие, пух внутри, стопроцентно перерабатывая нейлон снаружи. 800 грамм. И вес 428. Кроме этого, какие есть здесь, ну, стандартные абсолютно черты, да, или, я не знаю, какие спецификации, а какие особенности у нее. Да, это вздерочка на капюшоне, то есть, чтобы затянуть ее можно было, более-менее стандартная. Это рукава, которые с резиночками, здесь ничего, никаких липучек, они ничего не дерется, не будет саму пуховку, значит, повреждать, царапать. Это обычные молнии, не водозащитные. Внутри молнии есть боковые карманы, молния тоже обычная. Ну, и приятная такая штучка, флисочка, микрофлис, чтобы к подбородку, к шею, вот здесь с двух сторон. Все больше, на самом деле, здесь вообще ничего нет. А, ну, и вздерочки внизу, чтобы под пузиком так затянуть, чтобы тепло не уходило. Ну, и самое главное, естественно, это то, что Патагония спонсирует все возможные фонды, которые поддерживают охрану окружающей среды. И поэтому, а многим брендам наплевать на это, очень многим брендам наплевать, лишь бы продать. Патагония хочет продавать меньше, ну, потому что на большего все равно не хватит денег. А второе, чтобы при этом как можно меньше повреждалась природа. Все, друзья, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, узнавайте, спрашивайте, что вам интересно узнать про наш товар. Пока!